Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оперативные данные о происшествии предоставили в Госкомитете Республики по чрезвычайным ситуациям. Команда спасателей повторно устранила затор на реке Большой Овзян. Сейчас специалисты наблюдают за ситуацией. Отмечу, за прошедшие сутки в Единую службу спасения поступило 32 обращения о подтоплениях. Всего на контроле находятся 149 объектов в 16 муниципалитетах. Под водой оказались 822 придомовые территории, 19 дорог и 3 моста. По республике в целом вчера мы видели снижение уровня рек степных. Поэтому у нас за сутки более 100 придомовых территорий освободилось. И уже спасателями совместно с сотрудниками муниципальных образований проводились работы по оказанию помощи населения по откачке воды. Это в основном у нас получается Уфимский, Кармаскалинский район. На сегодняшний день на контроле остается 12 случаев подтопления в зоне риска Уфимский, Кармаскалинский, Бешбулякский, Чекмагушевский, Мишкинский районы республики, а также Кировский район Уфы. Всего, по данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, в реестре зон возможного подтопления находится 43 района республики. И к другим темам. Более 8700 семей Башкортостана улучшили жилищные условия по программе льготной ипотеки. Сумма займов с апреля по декабрь прошлого года составила более 19 миллиардов рублей. По этому показателю наш регион занял 10 место в стране, сообщает Минстрой республики. Всего в 2020 году россиянам выдали почти 450 тысяч кредитов на 1 триллион 337 миллиардов рублей. Из них 13,5 тысяч ипотечных займов на 29 миллиардов пришлись на Башкортостан. Наряду с нашим регионом программа востребована в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской областях, Татарстане. Напомню, льготную ипотеку под 6,5% запустили в России ровно год назад. Ее основные задачи – повысить доступность жилья для населения и поддержать строительную отрасль. По данным Дом.РФ, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 квадратных метров. Решение о продлении программы с июля этого года Банк России пока не принял. Средний размер потребительского кредита в Башкортостане вырос за год на 26%. В марте жители республики получали займы примерно на 243 тысячи рублей. Годом ранее средний займ составлял 193 тысячи. И это не самый значительный рост среди регионов, пришли к выводу эксперты Национального бюро кредитных историй. Например, в Приморском крае средний размер кредита увеличился на 49%, в Иркутской области – на 41%. Самый небольшой рост произошел в Московской области – 1,5%. В Москве размер потреб кредита увеличился на 5,5%. Но эти два региона входят в тройку лидеров по абсолютному значению размера займа. Москвичам банки выдают в среднем по 566 тысяч рублей, а жителям Подмосковья – по 422 тысячи. Напомню, долговая нагрузка жителей Башкортостана по состоянию на начало апреля была на уровне 26,5%. За полгода этот показатель снизился на 0,23%. В целом эксперты оценивают среднюю долговую нагрузку россиян как достаточно низкую. Гарантийный фонд Башкортостана помог предпринимателям привлечь кредиты в размере 3,3 млрд. рублей. Общая сумма предоставленных поручительств за три года составила 1,5 млрд. В первом квартале этого года фонд выдал МСП Республике 42 поручительства на сумму почти 300 млн. рублей. В результате малый и средний бизнес привлек более 500 млн. рублей заемных средств. С начала года чаще всего за поручительством обращались предприниматели, занятые в сельском хозяйстве, торговле и производстве. По словам бизнес-омбудсмена Республики Флюрас Адулина, такая мера поддержки востребована у бизнеса. Есть определенные критерии, рентабельность производства, кредитная история. После этого принимается решение и предпринимателю выдается такое поручительство. По поручительству, кстати, гарантийный фонд, агентство начисляет тоже свои проценты от 0 до 1,5% именно на ту часть, которую она дала как поручительство. Гарантийный фонд региона ориентирован на поддержку бизнеса за счет предоставления поручительств по кредитам и займам. Даже если у предпринимателя недостаточно собственных залоговых средств, и имея гарантию со стороны государства, он получает финансы на развитие бизнеса. В фулл банков-партнеров входят Сбербанк, Уралсиб, Акбарсбанк, ВТБ, МСП, Банк, Росексимбанк. Максимальная сумма гарантий составляет 25 млн. рублей. Туристические путевки на южные курорты России подорожали в среднем на 30%. Об этом телеканал РБК Уфа сообщили представители туркомпаний, работающих на территории республики. По их словам, рост цен обусловлен закрытием прямых рейсов в Турцию. Так, в агентстве «Пегас Туристик» отметили, что путевки на курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии на ближайший месяц стали дороже на 20%. Из-за этого часть туристов переносит отпуска в надежде, что рейсы в ту же Турцию появятся ближе к осени. Конечно, достаточно сильно сейчас увеличился спрос на наше побережье, на Крым, Сочи, Анапу. Также рассматривают туристы Абхазию. Ну, грубо говоря, на процентов 15-20 где-то на ближайшие вылеты цены растут. На лето пока что не так сильно, ну, немножечко буквально там на пару процентов, до 10 где-то. Но на майские праздники, вот сейчас, наконец, апреля, да, действительно, цены растут. В туристической фирме «Крекс» отметили, что некоторые туры на юг России подорожали почти на 50%. А причиной тому стал сезонный фактор, а не закрытие границ. Очень большое количество туристов выезжает на лечение. Это в Ставропольский край Камказские минеральные воды. Очень удобно то, что еще у нас. Все-таки сейчас на сегодня летают двористы в неделю напрямую. Стоимость путевок, естественно, она всегда дорожает. Летний сезон, стоимость путевок и на санатории, и чисто на отдых, это всегда идет у дорожания. То есть есть низкий сезон, есть средний и высокий сезон. Чем ближе к лету, тем стоимость путевок всегда дорожает. В первом квартале этого года на турпутевки россияне потратили в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на рост цен, в начале апреля спрос на туристические путевки превысил до кризисные показатели. При этом оборот вырос на 30%, а количество покупок на 9%. Ну и напомню, в воскресенье выходит очередной итоговый выпуск «Главное за неделю». Авторы программы расскажут о самых важных событиях, прошедших 7 дней в контексте экономики, о том, что изменит республику в ближайшей перспективе. И вот основные темы предстоящего выпуска. Дешевле ездить, легче дышать. В республике увеличат скидку для владельцев транспорта на газе. Процент ниже, квартира доступнее. В Башкортостане снизили ипотечную ставку по программе жилстройсбережений. Клонирование по-башкирски. В регионе появилась крупнейшая лаборатория по выведению молочных пород коров, лошадей и коз. Об этом и не только смотрите в программе «Главное за неделю» в 8 часов вечера в воскресенье на телеканале РБКО. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.